В Узбекистане, к сожалению, культура списывания пронизывает все школьное пространство. Я сейчас спешу, у меня будет хорошая оценка, меня родители похвалят, у учителя будет хорошая оценка в журнале, его администрация похвалит. Администрация посмотрит на журнал, там одни четверки, пятерки, ей будет тоже приятно. Вам зачем это нужно? Мы к вам в школу отдаем ребенка не чтобы он тут знания у вас получал, вы его хотите травмировать, а чтобы было вкусно и безопасно. А знания как-нибудь там английский он выучит, а остальные предметы ему не нужны. Школьный учитель не очень умеет разбираться с информацией. В школе работают пожилые, в своем большинстве выгоревшие. Авторитетный человек только бровь поднимает и уже все тихонечко сидит. А учитель часто от безвыходности кричит. Ученик чувствует, что есть какая-то опасность, когда вызывают к доске, все прижимаются к партам, чтобы только их не заметили, то в этот момент интеллектуального развития происходить не может. На мой взгляд, никогда не объявляются оценки публичные. Оценка – это личные данные этого ученика. Маленькие дети еще не умеют отличать оценку за работу и оценку всего человека. Когда мы говорим, что современные поколения не умеют учиться, основная проблема, что они не умеют сосредоточиться. Школа приучает к тому, что врать плохо, но списывать можно. И вот все 11 лет мы так делаем. Мы получаем людей, которые потом будут принимать какие-то государственные решения. Главная проблема – это кадровый голод. Средний возраст учителей на постсоветском пространстве обычно около 50. Больше половины учителей предпенсионного и пенсионного возраста. Это раз. Второе – это гендерный состав кадровый. Всегда казалось, что так и должно быть, что такая женская профессия. Это не полезно, особенно для мальчиков. Так получается, что они находятся в подчинении некоторому женскому коллективу. Женский коллектив сам по себе неплох, просто важно, чтобы были разные модели внутри него. На постсоветском пространстве довольно долго область образования была недофинансирована, и, соответственно, люди брали больше, чем одну ставку. Сами брали, потому что хотели заработать. Директора им навязывали, потому что кадров мало, и ты будешь работать на полторы-две ставки. А полторы-две ставки в реальности – это 60-часовая рабочая неделя. То есть люди работают по 10-12 часов каждый день, выгорают, у них нет возможности профессионально развиваться, им некогда, у них собственные дети растут. И в результате получается, что в школе работают пожилые, в своем большинстве выгоревшие. Это не их вина, это их беда. Так государство их поставило в такие условия, что они выгоряли. Чтобы делать в школе какие-то изменения, на уровне одной школы или на уровне всего государства, для этого должны быть кадровые возможности. То есть должны быть люди, у которых есть силы, энтузиазм думать о том, как можно изменить ситуацию. Должны быть люди, которые готовы учиться, у них есть какая-то гибкость ума, просто ресурсы по времени для этой учебы. Мне кажется, что основная проблема – это кадровая. Ее решать трудно, потому что кроме школы, над школьным образованием еще есть надстройка под названием педагогические институты. И если педагогические институты или университеты, которые дают дополнительное педагогическое образование, не популярны, если туда идут люди, потому что никуда в другое место поступить не смогли, тем самым идет такой отрицательный отбор. Если там, в этих самых институтах, преподают люди, которые давно не работают в школе, а, к сожалению, так почти всегда бывает. И мы получаем ситуацию, что в школу, если и приходят молодые люди, то с не очень хорошим образованием. И мне кажется, что кадровый вопрос – это вопрос номер один. Возможностями мобильных телефонов, конечно, школьное образование встречает вызов, который никогда раньше не встречало. И мы пробовали разные способы, как ограничить мобильные телефоны. Например, их жестко невозможно использовать. Было на уроках, но на перемене, если тебе нужно что-то посмотреть, написать маме, то можно. В этом году мы пришли к абсолютно жесткому запрету на принос мобильных телефонов в школу. Если тебе нужно после школы воспользоваться, то ты сдаешь мобильный телефон на охране. Жесткий запрет на мобильные телефоны пока из всего, что мы испробовали, это самый лучший способ. Похоже, что зависимость от мобильных телефонов такова. Мозг подростка ждет, когда же закончится наконец этот урок, и он посмотрит очередной ролик, или напишет своим друзьям, или пошлет какую-то фоточку и так далее. Неспокойствие, которое возникает у подростков в тот момент, когда мобильные отобрали только на час, но практически такая ломка наркотическая, которую мы можем видеть, у кого-то очень сильная, они впадают в гнев, им трудно с собой справиться, они не понимают, почему их такие эмоции обуревают. Если же мобильный телефон отобран на 8 часов или на 10, то все-таки сознание как-то приходит в себя, становится немножко скучно, можно его уже учителю послушать, или вместе что-то сделать, или задание выполнить и так далее. Когда мы говорим, что современные поколения не умеют учиться, основная проблема, что они не умеют сосредоточиться, что они не могут сфокусировать свое сознание на чем-то конкретном и долго это делать, последовательно выполнять какие-то вещи. Они могут быть даже им интересные, но даже вот эти интересные вещи требуют какого-то постоянного отвлечения. Если мы обратимся к искусственному интеллекту, то он и обрабатывает только тексты, тексты, которые уже написаны другими людьми. И я в своей профессиональной деятельности вижу, что иногда он на твой запрос довольно дельные вещи говорит, а иногда пишет полную ерунду, придумывает несуществующие произведения великих писателей, придумывает сюжеты для этих несуществующих произведений, героев. И мы знаем, что наши школьники иногда сдают сочинения, где в «Войне и мире» какие-то есть герои, которых там нету. Почему? Он не сам их придумал, он списал искусственного интеллекта. Поэтому искусственный интеллект это не такая палочка-выручалочка, которая нам позволяет сразу получить какое-то знание. Он позволяет нам получить текст, про который мы опять не знаем, это правда или неправда. И поэтому кажется, что основная задача сейчас это учить тому, что называется критическое мышление. Сравнивать разные источники информации, выяснять, как это построено, залезать внутрь, доверять неокончательным цифрам. А скажите, пожалуйста, как вы это получили? А как прошел этот социологический опрос? А каким образом была сделана выборка? А какие вопросы задавали? А, так вы такой вопрос задавали? Ну, дорогие мои, если вы такой вопрос задавали, естественно, вы такой ответ и получили. Так что это ничего не показывает. Школьный учитель не очень умеет разбираться с информацией. Он умеет говорить, что вот смотрите, есть учебник, есть еще научная статья в энциклопедии. Вот отсюда следует вот это. Это в лучшем случае. Это очень сложный вопрос. И мне кажется, что педагогическое сообщество пока только понимает, что проблема есть, а что с ней делать вообще непонятно. Понятно, что когда у нас появляется искусственный интеллект, он не должен менять нашу основную цель, научить мысли. Работать с данными, ставить эксперименты, обсуждать, обосновывать разные точки зрения. Это все остается. Первые 20-25 лет нашего века была очень модная позиция, что такое знаньевое образование устарело. Знания можно получить по щелчку, по одному клику, что если только читать учебник, решать задачи о физике на конкретные формулы, то мы выпускаем 17-летнего, 18-летнего человека, который правда плохо общается, не умеет себя представлять, плохо понимает, что такое критика по пунктам какой-то позиции и так далее. Но, как всякая мода, в ней есть риск выпустить людей, которые не понимают, что такое процент, не знают простейших географических сведений и вообще плохо в знаньевом смысле ориентируются в мире. На мой взгляд, есть неправильная мысль, что человек получает удовольствие, когда ему легко. Такие удовольствия есть. Пошел, съел мороженое, полежал на пляже и так далее. Но на самом деле есть, я бы сказал, еще более сильные удовольствия, которые один раз испытав, человек хочет еще раз и еще раз испытывать. Это удовольствие от большого напряжения. Это не удовольствие лежания под солнцем и ничего не делания. Это удовольствие «я сам смог, я сам себя куда-то продвинул». Это чувство, что ты стал умнее, чем ты был, ты смог больше, чем ты мог раньше, оно же двигает человечество всю жизнь. Люди почему лезут на горы, хотят быть чемпионами мира по шахматам, занимаются этим бесконечно, отказываясь себе в чем-то другом. Потому что им вот нужно это, я бы сказал, чувство самоуважения. Школа – это место, где дети должны прежде всего получить вот этот опыт. Я преодолел трудность, у меня получилось, и мне есть за что себя уважать. Мысль о том, что учитель должен думать на уроке, как зацепить интерес ребенка, – это правильная мысль. И мысль о том, что если ему интересно, то ему легче, – это тоже правильная мысль. Но это не означает, что все должно быть развлечением, что все должно быть прямо как бы подано так, чтобы оно сразу в тебя вошло, потому что это, на самом деле, довольно долго, быстро наскучивает. Все время развлекаться вообще-то скучно. Хочется куда-то двигаться. Эволюционно человек так устроен, как и все животные, что он понимает, что если я не развиваюсь, это вообще-то небезопасно. Когда мы не даем сложных задач нашим детям, они подспудно чувствуют, что мы их как бы обкрадываем. Их будущее мы крадем от них, потому что они выйдут в возрастную жизнь. А там люди, которые научены работать, там люди, которые хорошо думают, там люди, которые знают два языка, и им как-то придется с ними рядом быть. Нужны разные школы для разных детей. Бывают дети более сосредоточенные, более, там, не знаю, сейчас это модное слово, аутичные, которым вообще не нужна никакая групповая работа, дайте мне самостоятельно что-то поделать. Бывают дети более творческие, которым крючочки писать в первом классе почти невыносимо, они плачут, они не могут, а вот что-то такое придумать из кусков склеить, и у них получается, и они могут в этом как-то развиваться. И школьные программы, в общем, все-таки должны это учитывать. Ученики, учителя должны хорошо понимать, что и как, за что ставится оценка, за что нет. Ну, например, что никогда не ставится оценка за поведение. Это какие-то в советские времена было, и этого не может быть. На мой взгляд, никогда не объявляются оценки публично. Оценка — это личные данные этого ученика, и никто не должен знать, что он в данный момент получил. Ему может быть стыдно перед андоклассниками, что у него там плохой результат и так далее. Третье — должно быть понятно, что это не субъективная оценка. Тебе вот я ставлю 3 с плюсом, а тебе 4 с минусом. А какие критерии этого оценивания? Вот работа состояла из пяти заданий. Первое задание стоит 20 баллов. Если ты его выполняешь так-то так-то, то тебе стоит 15 из 20. Первое, что должно быть в школе у ребенка — чувство безопасности. Если ученик чувствует, что есть какая-то опасность, когда вызывают к доске, все прижимаются к партам, чтобы только их не заметили, то в этот момент интеллектуального развития происходить не может. Потому что страх — это то, что блокирует твою когнитивную сферу, сферу развития разума. Маленькие дети еще не умеют отличать оценку за работу и оценку всего человека. Часто бывают слезы, что мне поставили двойку, значит, я плохой. Да нет. Просто в этот день у тебя что-то не получилось. Ты сделал столько-то ошибок. Так бывает. В жизни вообще люди делают ошибки. Если ты все время все делаешь безошибочно, то значит тебе программа не подходит, ты не развиваешься. То есть спокойное отношение к ошибкам, общее правовое поле, как оцениваются работы и четкое понимание, что мы тебя строго оцениваем, но мы тебя лично поддерживаем. Это же совершенно разные вещи. Мы готовы тебе помогать, мы за тебя болеем, мы хотим, чтобы у тебя получилось, но оцениваем мы тебя честно и строго. Разные страны в мире вообще очень по-разному устроены с точки зрения отношения к списыванию. Есть страны, где дети практически не списывают. Это просто не принято. Это не норма культуры. Есть страны, где, скажем, дать списать это нормально, потому что ты другу помогаешь. Ну как бы, ну нельзя, ну тебя попросили, ты должен дать списать. Есть страны и народы, которые долго жили в каких-то тяжелых условиях. И там было главное вопросом выживания. Просто нужно было выжить. Люди выживают обычно за счет горизонтальных техных связей, за счет того, что сосед тебя не оставит, если что, поможет. Правда и вмешается в твою жизнь, не расскажет, как тебе правильно замуж выходить и так далее, и так далее. Но без хлеба тебя не оставят. И есть страны, которые давно находятся в ситуации развития. Там как раз, как правило, люди понимают, что мое знание – это мое будущее конкурентное преимущество. И поэтому зачем же я буду своим знанием делиться со своим соседом, пусть он сам постарается, и это знание тоже получит. Знание, конечно, важно, но дружба еще важнее. Знание, конечно, важно, но вот это мне не нужно, от меня это требует, поэтому я лучше спешу. Не буду расстраивать себя, не буду расстраивать своих родителей. Ну и учитель тоже порадуется, что он меня чему-то научил. А вам зачем это нужно? Я сейчас спешу, у меня будет хорошая оценка, меня родители похвалят. У учителя будет хорошая оценка в журнале, его администрация похвалит, что он хорошо научил. Администрация посмотрит на журнал, там одни четверки, пятерки, ей будет тоже приятно. Вам зачем это нужно? Зачем вам нужно, чтобы я вам честно написал? Я честно не напишу, это же ясно совершенно. Вот это ощущение, что вот эти ближние цели, чтобы завтра всем было хорошо. Все порадуются. А знания, они кому нужны? К сожалению, у нас есть и родители, которые это прямо транслируют. Мы к вам в школу отдаем ребенка не чтобы он тут знания у вас получал, вы его хотите травмировать, а чтобы было вкусно и безопасно. А знания как-нибудь там английский он выучит, а остальные предметы ему не нужны. И на самом деле в этом тоже есть своя логика. Когда вы смотрите учебный план 9 класса, там 16 предметов, и сказать, что все эти 16 предметов жизненно необходимы ребенку, это пойди еще убеди взрослого, который сам половину этого не помнит, и говорит, я прекрасно живу, у меня вот свой бизнес, и я вашу химию никогда не знал и знать не буду. И мне все хорошо. Конечно, культура списывания – это культура расслабленности. Ну как-нибудь оно получится. Ну я выйду в туалет, ну я в телефоне посмотрю, ну учитель отвернется, ну я в следующий раз приду, уже знаю какой вариант. Вот это все, оно приводит к тому, что можно не трудиться. В Узбекистане, к сожалению, из моего опыта, из того, что я вижу, культура списывания пронизывает все школьное пространство. Какие я вижу сейчас проблемы школьного образования в Узбекистане? Найти хорошего нового учителя в школу очень сложно, но это отдельная большая проблема, наверное, мировая. Проблема, которую решить не так трудно, это проблема нагрузки. И прежде всего перегрузки содержательный программ практически по всем предметам. Я могу сказать на примере математики, потому что сам я учитель математики, хотя и по другим предметам я тоже это вижу. Скажем, в программе шестого класса есть тема проценты. Это одна из немногих школьных тем, которая будет встречаться у человека на всем его жизненном пути. Он будет брать ипотеку, он будет смотреть на скидки, он будет думать, если я беру под 10%, то через 5 лет это я сколько переплачу. Его будут обманывать там и сям. Проценты должны понимать все. На это отводится 3 недели. В шестом классе только самые сильные ученики усваивают эту сложную тему, а потом она мало повторяется. Где-то там в химии она нужна, но это означает, что уже полкласса пользоваться процентами не могут. И все, мы получаем на выходе выпускников, которые важнейшей математической темой для быта не владеют. Что делать? Ну, во-первых, увеличить время на эти проценты в шестом классе. Во-вторых, вставить эту тему в программу седьмого-восьмого. В тот момент, когда в химии будет концентрации процентные, сделать поддержку в математике, чтобы тоже это повторять. Это требует больших усилий, чтобы это важное понятие было усвоено хорошо, и чтобы люди понимали, что им говорят в новостях, когда что-то выросло на столько-то процентов или столько-то процентных пунктов. А это совершенно разные вещи. Оно могло вырасти на 2% пункта, а при этом там какая-то прибыль могла вырасти в 2 раза. Как упростить программы для основной массы школьников, чтобы не было вранья и списывания, и не потерять одаренных школьников, которые могут усвоить гораздо больше. Значит, для них нужны специальные программы, обученные учителя, может быть, специальные школы. Это трудная и большая работа, но без нее не выправиться, потому что пока мы видим ситуацию, когда усвоить нельзя, списывать придется, и учитель, и ученик обучаются вранью. Я не думаю, что потеря авторитета учителя прямо связана с его неквалифицированностью в его предмете. Но, во-первых, просто это плохо оплачиваемая работа. Престижность профессии во многом в любом обществе определяется деньгами, которые платят за услуги. И тот же самый подросток будет с большим уважением относиться к репетитору, к которому его лично родители платят крупные деньги. Ну, наверное, это суперспециалист. Не всегда так бывает, если семья готова ему вот такие деньги платить. Это первое. А второе, как правило, к сожалению, при перегрузке современные школьные учителя сильно выгоревшие люди. Они эмоционально нестабильные. Они могут повышать голос без особых причин. У них часто нет инструментов. В современной школе часто нет инструментов, дисциплинарных инструментов, чтобы не позволять нарушителям дисциплины мешать, например, остальным учиться. Кроме крика, угроз и так далее. Но вообще, когда ты видишь человека, который публично кричит и угрожает, то это не вызывает чувства, что это авторитетный человек. Авторитетный человек только бровь поднимает и уже все тихонечко сидит. А учитель часто от безвыходности кричит, потому что все будут переведены в следующий класс, потому что мы не оставляем никого на второй год. И все это знают, потому что у него нет даже ресурса. Может быть, он их готов поставить два в четверти. И, может быть, даже смелая администрация готова сказать, ну хорошо, если он совсем не учится, поставь. Но тогда с ним же надо заниматься дополнительно, с этим ребенком. А у него нет времени, чтобы с ним заниматься дополнительно. Поэтому уменьшение нагрузки, увеличение зарплаты хорошее отдых и профессиональное образование, и учитель будет чувствовать себя уверенней, и авторитет его поднимется. Сколько бы мы ни говорили, что мы как родители или мы как учителя надо заниматься физкультурой, по утрам надо делать зарядку, это очень важно, то дети прекрасно считывают. Ну, слова-то правильные говорятся, но я же вижу, что мои родители или мои учителя это сами не делают. Например, когда мы запретили мобильные телефоны в школе совсем, то мы запретили их учителям тоже. Учителя не имеют права вынуть мобильный телефон, кроме как в одном месте под названием учительское. То есть у нас должны быть общие правила и общие поведенческие модели. Воспитываем мы не тем, что мы говорим правильные слова, а тем, как мы себя ведем. И в этом смысле школа, конечно, воспитывает. Школа приучает к тому, что врать плохо, но списывать можно. И вот все 11 лет мы так делаем. Мы получаем людей, которые потом будут принимать какие-то государственные решения. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова